Парни, салют! Зацените, какая тележечка приехала ко мне. Я люблю свою доченьку. Очень люблю свою доченьку. Не знаю, хозяин на машине говорит, как о своей дочери. И у него есть дочь, и он ее любит. Так сильно, что на машине решил об этом заявить. Ну, в общем, копеечка в состоянии конфета. Так, люк. Так, ну здесь, здесь вот, ну чистенько. Вот, карб уже первичную настройку я сделал. Сейчас все, наверное, сначала вам покажу. Вот, это типа задом наперед. Смотрите, карты какие. Ровненько. Сип духи. Руль крутой. И мне понравились конусы на приборах. Смотрите, как бликует интересно. Это с Волги или откуда, не знаю. Вот эти конусы. Прикольно смотрятся. Вот. Длинная кулиса. Вот нормальная ручка. Мне такая нравится, классная. Все красиво, прям наполировано. Как будто на продажу. Красивая машина. Красота. Сейчас будем прогревать. Наверное, тут стоит редукторный стартер. Потому что машина звучит очень интересно, когда заводится. Так, газ я не нажимаю. Сейчас на холостом попробуем. О, красотень. Чуть-чуть потряхивает на холостом. И вибрация по корпусу чувствуется. Так, а что у нас температурка? Мы сейчас немножко догреемся. Окей, поехали. Машинка в отличном состоянии просто. Едет бодренько, приятненько. Да, притормозим. Тихо, тихо. На первой передаче такой ручок отличный. Очень хорошо набирает. Так, получится ли у нас разгон замерить? Что там? Нету никого. Никому не мешаем. Так, остановились. А на видео потом попробуем время засечь. Давай-давай-давай-давай. Ничегошеньки себе обижать. Салют, товарищи. Прибыла машинка. Копеечка. 83-й год выпуска. Красиво. Чисто под капотом. Люк на крыше. Прямо такая ухоженная. Ухоженная. И что-то у нас тут нету холостого. И плоховато работает в ходу на бензине. На газу все идеально, говорит хозяин. Тут у нас стоит проставочка. Ну и что, будем разбираться. Будем смотреть. Попробовал народным методом сливать заряд на массу с поднятыми колпачками, отверткой. Заметил, что на втором цилиндре не понравилось мне, как обороты еле-еле просаживаются. Достал свечу. Так. Вот такая у нас тут чернота по свечке. И зазор, вот он, только что перемерял. 0,65 не влазит. 0,6 влазит, но она до конца не проходит. Ну так, наполовинку. Вот такая вот история. Сейчас придется еще все свечки попроверять, зазоры повыставлять, а потом уже лезть дальше. Итак, съемки прямо с хаоса на столе, как с поля боя. Тут настоящее дело в процессе. Итак, не понравились мне вот эти вот алюминиевые жиклеры, хотя они все в соответствии с регламентом. 150 воздух и 112-150 топлива. То есть, карбюратор, вон, по-моему, 22, там меточка, и вот отверстие побольше. Так, на глаз смотрел побольше, чем у пятерки. То есть, семерка, жиклеры вроде те, но что-то меня они смущают, особенно ввиду чернейшего нагара на свечах. Очень прям смущают. Эмульсионные трубки чистые, жиклеры переходных систем и топливные нормальные по регламенту. Вот неприятность развалилась, в пластмассу высохло на винте количество. И он, ну, крутился очень легко. Я думаю, что не особо он фиксировал положение и регулировку. Могла она уходить вполне возможно. Хотя здесь резиночка была, видно, что заменена относительно недавно. Она уже вот разбухшая такая, подуставшая, немножко уже поддубеть начала, но еще немножко она мягенькая. Дальше. Игла вот с таким наконечником я ее оставлю. Уровень она держала, но держала уровень очень низкий. Был выставлен вот по низу вот этой грани. Вот где такой плавный изгиб. И вот сейчас показываю, где был уровень. Очень низкий был. Вот это вот у нас мягенькая. Прям свеженькая. И, кстати, совсем не разлазится. Машина аж на газу. Эксплуатирует мало. Наверное, мало контактача с бензином. Но, кстати, совсем не пересохла, как будто свеженькая. Так, что мне очень не понравилось. Вот эти вот глянцевые, такие гладенькие прокладки, которые стояли на недавно замененном вот этом вот газовом блоке. И они... Я уверен, что, хотя обжатие здесь видно, что неплохое, вот с точки зрения длительной эксплуатации, вот видно, что затемнение такое по плоскости, мне они реально не нравятся. Лучше поставить такие вот бумажные нормальные. Они потолще будут и лучше уплотнят все это пространство. Вот. И, в принципе, в принципе, более-менее все нормально. Даже повезло с носиком. Он бьет за пару миллиметров перед осью дроссельной заслонки. То есть, из тех вариантов, которые попадаются в качестве лотереи, то это еще неплохой вариант. Я уже тут поубирал штифты. Вот. Отмочил в растворителе его, промыл, продул. Сейчас буду собирать. Дополнительно с помощью фрезера немножко вот доработал саму проставку газовую. Если так вот посмотреть, то увидите, что вот это внутреннее кольцо на второй камере, которое я не трогал, более высокое и с плоским срезом. А вот это, которое только что я погрыз, то оно немножко ниже. Вон. Немного ниже. И получается... Ну, накосую я его как бы надгрызал. И получается, что по этому периметру у нас после уплотнения, когда оно уже там станет в свое место, то будет более выразительная щель и более активно сможет работать газобаллонное оборудование. По отзывам в интернетах парни пишут, что так ощутимо лучше едет и регулируется тоже приятнее. При сборке на вот такой вот проставке я всегда использую вот такие вот удлиненные винты. Видите, здесь буквально там три витка дополнительных, но они играют большую роль, потому что здесь у нас толщина немножко больше, чем на обычной тепловой проставке. И вот, чтобы оно хорошо обтянулось и держалось. Резьба здесь довольно часто срывается товарищами, хозяевами. Поэтому не помешает иметь хотя бы немножко более длинный винт. Тем более, что здесь, когда я его разбирал, они были затянуты. Просто так вот чик открутились вообще на раз-два. Хорошо, что он держался вот на этих моментах и что во впускной коллектор они никак не упадут, потому что там просто тело коллектора идет. Ну вот, холостой на бензине появился. Подрегулировали первоначальный вариант. Сейчас поездим, покатаемся немножко, догреем мотор и уже окончательно отрегулируем.